Друзья, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. В сегодняшнем видео я буду перегонять кукурузную брагу, которую я ставил на Кодзе. Ставил я ее 8 апреля, сегодня у нас 24 апреля, отбродила она у меня за 16 дней. Отбродила она у меня за 16 дней, мне кажется, период брожения очень долгий, потому что один человек, который просматривал мое видео, он мне сказал, что у него брага бродит 6 дней. 6 дней она у него бродит, и на 7 день он начинает ее перегонять. Я удивился, спросил ему, блин, дружище, расскажи мне, пожалуйста, что за секрет у тебя такой интересный, что брага на Кодзе бродит 6. Нет, он мне сказал, никакого секрета нет. Я поставил, говорит, аппарюмный нагреватель, говорит, емкость к себе поставил, максимальную мощность на этом нагреватель, и все, брага у меня отбраживает. Отбражение, говорит, на 7 день уже вообще минимальное, мне, говорит, смысла нет ждать там, чтобы полностью она отбродила, так как потеря на выходе, говорит, я проверял, не очень большая. Ну, я послушался его, советую, тоже заморочился, взял нагревательный элемент, в гидрозатворе дырку просверлил, купил на 8 мм дюбель гвоздь, силиконовый шланчик туда аккуратненько вставил и завел этот нагревательный элемент себе в емкость. Установил температуру 35 градусов. Брожение у меня на 8 день, ребята, было вообще очень медленно. Я даже удивился, думаю, неужели так брага быстро у меня отбродила. Но когда в емкости моей температуры установилось 35 градусов, брожение стало до того активным, опять появились павления, кипения, я даже удивился, и товарищу сразу же позвонил, я говорю, слушай друган, короче, устанавливай себе такой же нагревательный элемент, потому что если температура брожения в емкости меньше 32 градусов, в Кодзи гораздо медленнее начинает бродить. Это я проверил, убедился этому человеку, который мне посоветовал это сделать. Огромное спасибо. Что еще? Колонну я в этом режиме переводки буду использовать в простом режиме, отбирать буду спецсредств. Колонну собрал уже по-другому. В предыдущем видео я ребят просил, говорю, ребята, посмотрите, если я что-то делал неправильно, посоветуйте мне, прокомментируйте мое видео. Очень много было замечаний, все я выслушал внимательно. Замечания все были достаточно существенные, конструкцию колонны я поменял, хотя в паспорте была допущена ошибка. Позже я задал производителю вопрос, почему у меня паспорт имеет такую ошибку, на что они мне ответили. Да, действительно, в 2017 году в июне на аппараты, которые у меня используют, Люксталь 2 Pro, была в паспорте опечатка и не указан температурный режим при использовании на второй перегонке дробного дуна паспорта. Показываю вам паспорт, где написано, что при достижении в колонне 50-70 градусов, обычно падая первая капля, необходимо подать воду в укрепительную колонну и для этого максимально открыть винт. Винт я открыл, и тут написано, что нужно в этом диапазоне температуру удерживать. Я пытался это сделать. Человек мне один написал, что длин другом ты неправильно делаешь. Я говорю, почему? Он мне пишет, температуру неправильно соблюдаешь. Все делал по паспорту, моей ошибки здесь нет. Но когда один человек, который просматривал тоже мои видео, не то что он приехал ко мне в магазин приобрести, там сетку медную, царгу ему нужна была. И когда мы с ним разговаривали, я ему объяснил и рассказал эту проблему. Он говорит, блин, у Сани такого не может быть. И в этот же день вечером человек этот заморочился, приехал ко мне со своим паспортом, я его сфотографировал, где действительно было указано, что при подаче охлаждения на дефлегматор, в режиме укрепления, когда колонна работает на себя, температуру нужно держать в диапазоне 35-40 градусов. Я был вообще удивлен. В этот раз я буду именно так делать. Ну, при второй перегонке, когда будут переливать дробный от обиток. Позвонил еще раз к продавцу, с ним немножко даже разругался в очередной раз, потому что до этого в режиме укрепления я не пользовался колонн. Два раза все у меня было, и два раза я, получается, совершал грубейшую ошибку. Ну, вот так вот. Ну, все, ребята, теперь я начинаю с помощью шланга. Сливать браму в емкость, собирать колонну, ставить ее на плиту. При перегонке я буду использовать опять сеточку медную, три сетки у меня медные будут. Ну, и использовать я буду только один термометр, который будет у меня установлен на кубе. Температура в колонне в этом режиме перегонки, она не нужна. Так что, ребята, кому будет интересно, не переключайтесь. Сейчас я все соберу и поставлю. И будем смотреть, что у меня на этот раз получится. Потому что брага, брага, сутки гидрозатвор мучит. Ребята, вот пока сливается у меня брага, всегда хотел замерить крепость браги, которая у меня получается. Друг у меня говорит, что якобы, ну, это нереально вообще сделать. Ну, блин, у меня есть спиртометр, который мерит от нуля крепость. Ну, решил вот кукурузную брагу замерить. Если видно, я думаю, то крепость браги у меня составляет 9 градусов. Ну, мне, если честно, кажется, на вкус. Вот я попробовал, брага приятная. И крепость, мне кажется, там не 9 градусов, а немного больше. Сейчас у меня брага скикает вот такой вот струйкой. Запах браги, запах браги реально какой-то мед. Как будто мед, мед там. Вот так все это выглядит. Сейчас все сольется, быстренько емкость помою. В следующий раз я буду в этой емкости, друзья, оставить брагу на березовом соке. Кому будет интересно, подписывайтесь на наш канал, и вам придет уведомление об этом. Ну, все, продолжаем сливать. Обратите внимание, браги у меня получилось где-то 18 литров. Не терпится уже узнать, сколько спирт-сорца я смогу отжать с этого объема браги. Так я собрал. Плиточку включил. При сегодняшней перегонке плитку я буду использовать 2 кВт. Вин Гоффмана на колонии в этом режиме перегонки не используется. Охолаждение на дефлегматор не подается. А все, теперь мне остается дождаться температуры в кубе 60 градусов, подать охолаждение на наш холодильничек минимальным напором. Ну и будем ждать первые капли в нашу баночку. Друзья, хотел бы вам сказать, что в нашем интернет-магазине на сегодняшний день остаются в продаже аппараты Люксталь 3 Pro. Люксталь 3 Pro перегоночный куб. У них идет с ламповым зажимом, вот как на аппарате, который использую я. Данное соединение за период эксплуатации 8 месяцев меня ни разу не подвело. Крышку притягивает очень плотно. Нареканий вообще в использовании, в эксплуатации этого аппарата у меня нет. Кому будет интересно в приобретении этого аппарата, можете задавать нам вопросы на сегодняшний день. Цена по акции. Но осталось не очень много аппаратов, так что кому будет интересно, успевайте. 13,5 тысяч рублей аппарат с 20-литровым кубом. Ну и конечно же есть новиночка Люксталь 4 у нас в продаже. Цена, кому будет интересно, обращайтесь, задавайте вопросы. Сориентируем у вас по стоимости, как приобрести. Ну и расскажем все условия покупки. На сегодняшний день последняя партия Люксталь 4 разлетелась вообще быстро. Производитель стал отправлять кубы без дефекта. Зажимы, которые застежки уже на Люксталь 4 установлены, они немножко ниже, соответственно, крышку притягивает гораздо лучше. Были у нас замечания к ним, ругались мы долго, но производитель исправился. И вот последняя партия, которая пришла нам из 15 аппаратов, все аппараты идеальны. Кому будет интересно, задавайте вопросы, комментируйте видео. Мы будем общаться, разговаривать. Вот, ребята, посмотрите, как я установил на крышку своей емкости нагревательный элемент, который предназначен для аквариумных рыбок. Ну, для аквариумов, чтобы водичку там поддерживать, температуру. Взял самый простой, китайский, 400 рублей стоит. 25 ватт мощности. То есть, потребление электроэнергии небольшое. Установил температуру 30 градусов, вот здесь, я думаю, на нем видно. Но температуру он поддерживает где-то 35 градусов. Сначала ставил 32, температура выросла аж до 38 градусов. Ну, до 30-ки спустил и замерил. 35-34 градусов температура стабильно здесь стоит. Единственный минус, чтобы просверлиться и установить этот термометр, была возможность только именно вот в эту крышку, которая вкручивается на саму вот эту крышечку. Такая пластиковая приблуда. Сам гидрозатвор. Ну, все получилось удачно. Взял, еще раз повторюсь, дебель-гвоздь. Юбочку у него аккуратненько спилил. Дебель-гвоздь на 8 миллиметров. Вставил туда силиконовый шланчик. Я думаю, это, конечно, сейчас не видно будет. И в этот силиконовый шланчик сам провод аккуратненько просунул. Получилось все плотно, нигде ничего не сифонит. Сделано все качественно. Единственное, чуть позже, наверное, переделаю. И вместо изоленты, которую я использовал здесь, я возьму термоусадку. Термоусадочку плотненько здесь поставлю. А так, все работает, все качественно. Ну, и уверен, что следующая обрада у меня отбродит так же быстро, как говорил мне один человек, который видео уже просматривал за 7 дней. Вот я хочу в этом убедиться, проверить. Аккуратура в кубе у меня 87 градусов. Прошли первые капли спирт-серца. Аппарат работает как часы. Каждый раз 87 в кубе набралось, спирт-серец закапал. И причем он не то, что капает, он лежит стойкой. И стойка, это неплохая. Трать спирт-серец я буду, пока температура в кубе у нас не достигнет 98 градусов. Обычно при этой температуре на выходе уже спирт-серец менее 20 градусов. Так, все, как только температура эта в кубе у нас достигнет, я буду прекращать отбор и заканчивать эту перегонку. Сейчас вот, друзья, хочу замерить, сколько крепости у меня идет спирт-серца изначально. Сейчас приемочную емкость пока уберу в сторону. Отберу 100 грамм и замерю. Водительность аппарата неплохая. Я думаю, что 100 грамм наберутся буквально там за минуту. Встаю, наблюдаю, вот бежит. Не бежит даже, а льется. И не терпится, конечно, мне измерить, сколько крепость этого напитка в данный момент выбегает. Уверен, что градусов 70 точно. Сейчас замеряем. А так по аппарату вообще нареканий у меня нет. Если, ребята, у кого-то есть какие-то проблемы с аппаратами или устали, пишите в комментариях, какие это проблемы попробуем вместе решить, если самостоятельно у вас не получается с производителем договориться. Они нас слушаются, прислушиваются к нашему мнению и стараются исправиться. И те люди, которые нам какие-то комментарии пишут, там лучше что-то в аппарате мы обязательно эти все пожелания отправляем производителю. Ну и производитель, если есть возможность, он прислушивается к ним и исправляет те ошибки, которые он допускает при производстве. Вот, смотрите, 100 грамм я отобрал. Давайте попробуем замерить, что у нас здесь получилось. Немножко набрызнул. Запах. Запах вкусный, приятный. Нет, сладким чем-то пахнет. Не могу понять. Так, давайте попробуем взять СП-шечку. Третью, которая у нас мерит от 70 до 100 градусов. Отпускаем. Так, бежит меньше 70 градусов. Удивительно. Давайте попробуем взять СП-шечку, которая у нас мерит до 70 градусов. У СП-сорец бежит 60 градусов. Я считаю, что это слабовато, наверное. Смотрим, что у меня в итоге вообще набежит. Ну, изначально 60 градусов СП-сорец. Я удивлен Отбираем дальше Температура в 95 градусов 3 литра спирт-сорца я отобрал Теперь я буду подставлять еще 3-х литровую баночку А эта баночка сейчас отстоится Я попробую замерить крепость напитка Отбираем дальше пока Эта баночка Закрывается плотненько И ждем пока Температура в кубе у нас 98 градусов будет После того как я прекращу Отбирать спирт-сорец Я замерю крепость в этой банке И замерим крепость что у нас получится Здесь Температура в кубе у нас достигла 98 градусов Отобрал я 4,5 литра спирт-сорца Плиточку я выключаю Процесс перегонки у нас заканчивается Теперь нам остается только этот спирт-сорец перемешать И замерить крепость напитка Которая у меня сегодня получилась Сейчас я все это перемешаю Залью нашу мерную колбу Поставлю туда спирт-сорец И мы посмотрим что у нас получилось Друзья, ну вот спирт-сорец я перемешал весь Залил нашу мерную колбу Получилось у меня 4,5 литра 45 градусного спирт-сорца В принципе результат неплохой Завтра я буду этот спирт-сорец разводить до 20 градусов И соответственно получится где-то у меня в районе 10 литров спирт-сорца Перегоню его дробно И посмотрю что у меня на выходе получится Вам ребята большое спасибо за просмотр Если вам мое видео понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на наш канал Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok